Вот такие вот интересные казусы жизни. Пошел в аптеку, убила. Это видео прислали наши телезрители. С торгового центра ДАН слетают снежные глыбы. Люди не могут попасть в аптеку. Снег на крышах сейчас действительно представляет опасность. Не сильно напрягает то, что там снег падает? Очень напрягает. Вот сейчас звонили по этому поводу, администратору должны приехать. В том, что просьбы активных горожан были услышаны, мы убедились лично. Мы подъехали к торговому центру ДАН как раз в тот момент, когда специалисты по просьбе администрации поднимаются на крышу, для того, чтобы, собственно, и убрать ее от снега. Территорию уже оцепили. Как вы видите, на крышу поднимает человек, который прямо сейчас и приступит к уборке снега. За остановочные павильоны, где находится магазин, ответственность несут предприниматели. Грядет потепление. Пора выставлять спецленты и начинать уборку снега, не дожидаясь момента, когда это придется делать экстренно. Обслуживанием других остановок занимаются жилищники. Особое внимание от трамвайной остановки гостиницы Кама мы уделили не случайно. Дело в том, что фотографии. Отсюда вчера облетели многие социальные сети. Снег с купола упал на трамвайные пути и на несколько минут затруднилось движение. Как мы видим, снежные глыбы остаются и по сей день. И продолжают представлять угрозу не только трамвайным путям, на которые они могут упасть, но и, конечно же, пассажирам, ожидающим транспорт. Я стараюсь все равно под крышей стоять. Не под самим этим, не под самые опасные места. Все-таки более безопасно. Да, более безопасно. Опасно. Вот, не дай бог, упадет. Ну а сами как стараетесь? Стоять близко к козырьку? Нет? Нет, я уж обхожу. Комплексное предприятие благоустройства Нижнекамска обслуживает порядка 90 остановочных павильонов. Снег там очищают регулярно. Что же касается этого купола, то, как нам сообщили, жилищники очистят его от снега уже завтра. Вадим Струминский, Евгений Лазаев. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте. Мобильный репортер 24.